Альберт Швейцер – это, по сути, главный святой современной западной цивилизации. Он не причислен к лику святых лишь потому, что просто такой категории нет в его родной протестантской лютеранской вере, просто нет такой категории, нет, в принципе, они этого не признают. И он взлелеен в такой счастливой пастырской семье, и прекрасно, как вы знаете из многих биографий, что его судьба сложилась прекрасно. И дело в том, что когда он, и отец у него пастыр был, когда он читал Евангелие, он воспринял очень чистосердечно все, что там написано, и все речения Христа. И он решил, что именно жить надо именно так, вот как Христос велел, вот иди, бросай все, иди за мной. И более того, в своей автобиографии он пишет о том, что в 20 лет он вдруг проснулся, решил, что он посвятит вот этому великому делу любви и заботе обездоленных и о несчастных. Сначала он выучится, а потом после 30 лет, совершенно точно поставил себе срок, он посвятит свою жизнь людям. Ну, все помнят, да, что вот какова его музыковеческая биография, что он небольшую книгу французскую о Бахе написал, ну, после общения с Видором, Видор его вдохновил, и он ее издал в 1905 году. Вот, ну, и потом в 1908 году вдруг появилась совсем другая книга, он уже решил, что не может он переводить самого себя, это абсолютно невозможно. И он решил заново написать, а книга получилась намного масштабнее, раз в пять больше по объему, чем небольшая французская книга. Это все известно. Но мало кто знает, что он еще не приступил к написанию немецкой монографии, когда он уже покинул музыковедение, по сути, да, и покинул вот эту профессию музыковеда и баховеда, и он уже поступил на медицинский факультет. То есть он одновременно, он еще был там проповедником-органистом, учился в медицине и по ночам писал свою монографию, уже вслед своей прошлой жизни. Он уже жизнь повернул в другую сторону. Нам, как иногда кажется, вот его основной труд, вот он сначала написал, а потом уже пошел помогать обездоленному. Но он сам, собственно, описал это в своей автобиографии, в книге «Жизнь и мысли». Я процитирую его. В пятницу, 13 октября 1905 года я бросил в почтовый ящик на улице Гранд-Арме в Париже несколько писем к родителям и самым близким друзьям. В этих письмах я извещал их, что в начале зимнего семестра поступаю студентом на медицинский факультет с тем, чтобы по окончании его отправиться врачом в экваториальную Африку. В одном из писем я просил об отставке с поста директора Теологического колледжа Святого Фомы, так как в связи с предстоящим изучением медицины у меня не останется времени для выполнения директорских обязанностей. План, который я теперь намеревался привести в исполнение, созрел у меня уже давно, еще в те дни, когда я был студентом. Мне казалось непостижимым, что я могу вести такую счастливую жизнь, в то время как столько людей вокруг меня вынуждены беспрерывно бороться с лишениями и страданиями. Даже школьникам я испытывал волнение, когда мне случалось бросить беглый взгляд на убогое домашнее окружение некоторых моих школьных товарищей и сравнить его с совершенно идеальными условиями, в которых жили мы, дети пастора. Учать в университете и радуясь счастливой возможности заниматься наукой, искусством, я не мог не думать постоянно о тех, которые были лишены этого счастья из-за материальной необеспеченности или слабого здоровья. В одно прекрасное утро в Гюнсбаке на Троицу, это было в 1896 году, 21 год был ему, я проснулся с мыслью, что не должен принимать доставшееся мне счастье, как нечто само собой разумеющееся. Но обязан отдать что-то взамен. Я решил, что смогу считать свою жизнь оправданной, если буду жить для науки и искусства до 30-летнего возраста, чтобы после этого посвятить себя непосредственному служению людям. Много раз до этого я пытался понять, что означают для меня лично слова Иисуса. Ну, дальше он сортируется. И теперь ответ был найден. В дополнение к внешнему у меня теперь было и внутреннее счастье. Естественно, что вначале я думал о какой-либо деятельности в Европе. У меня был план заняться воспитанием брошенных или беспризорных детей. Я предлагал свою помощь то тут, то там. И всегда безуспешно. Его прям даже ему не давали договорить. Он как приходил в какое-то утверждение, где сгорел там приют для детей, он приходил, ему даже договорить не давали, а его прерывали. Говорили, что это невозможно. Уставы организации, заботившиеся о бедных и брошенных детях, не предусматривали такого добровольного сотрудничества. Одно время я подумал о том, чтобы в будущем посвятить себя делу помощи бродягам, то есть бездомным, нашим бомжам, и бывшим заключенным. Занимаясь вот ими, всеми бывшими заключенными, я понял, что сделать что-то полезное можно лишь в сотрудничестве с организациями. То есть где он приходит, он говорит, что надо занять какое-то должное, чтобы быть вместе, в эту структуру войти и так далее. Мне же хотелось, чтобы моя деятельность была абсолютно личной и независимой. Однажды утром, осенью в 1904 году, в глаза мне бросился заголовок. Нужды, миссии в Конго. Журнальная статья содержала жалобу на то, что миссии не хватает людей для работы в Габоне, в северной провинции Конго. Автор выражал надежду, что те, на которых уже остановились глаза Господа, услышат его призыв. Дочитав статью, я спокойно принялся за работу. Поиски были окончены. То есть решение было принято. Конечно, он приводит очень много других таких примеров своих мытарств, когда он пытался в Европе найти какие-то способы, ну как бы пойти за Христом в буквальном смысле. Для него это было не метафора, это был образ жизни, который он принял с 1921 года. Что удивительно, что вокруг его окружения люди его не поняли. Не только не поняли, а относились довольно фарисейски, я бы даже сказал обывательски и даже агрессивно. Он сообщает, мне пришлось выдержать много словесных дуэлей с людьми, которые слыли христианами. Я устал от этих разговоров. Странно было видеть, как далеки они от понимания того, что стремление поставить себя на службу любви, той любви, которую проповедовал Иисус, может дать жизни человека совершенно новое направление. И новое измерение. Хотя они и читали в Новом Завете, что так бывает, и даже находили, что там это в порядке вещей, то есть в истории в Новом Завете. Мне казалось, само собой разумеющимся, что основательное знакомство с изречениями Иисуса должно заставить человека намного лучше понимать то, что с точки зрения общепринятой логики представляется неразумным. Теперь я на собственном опыте убедился, что это не всегда так. Действительно, несколько раз, когда я пытался говорить о повиновении, которого может в особых случаях потребовать от нас данная Иисусом заповедь любви, меня обвиняли в тщеславии. Таким образом, после этого у Швейцера впереди были вот такие годы изучения медицины. И не только. После выхода французской монографии в 1906 году закончено его исследование под названием истории изучения жизни Иисуса. Это совершенно особая, еще другая область его творчества и его деятельности философской. После выхода своей знаменитой книги, в интервале между 1908, когда книга немецкая вышла, и потом весной 2013 года он уехал в Африку вместе с супругой, которая специально тоже изучала профессию медсестры, фельдшера. Фельдшерское образование получило, чтобы помогать модуру. Так вот, в эти годы, 1910, 1911, 1912, он занимался тем, что вместе с Видором они работали над проектом издания органных произведений Баха. Это проектировался восьмитомник. Причем первые пять томов это, ну, такие вот свободные сочинения, так называемые, там, токкаты, прелюди и фуги и так далее. А три последних тома это только хоралы. И он поясняет, в общем, биографию он так поясняет, еще до... Да, и так, до отъезда в Африку, значит, по настоянию Видору они вместе занялись этим проектом. Нью-Йоркский издатель Ширмер попросил его подготовить издание органных произведений Баха. Ну, Видор поставил условие, чтобы я сделаю это только если Швейцер будет работать вместе с ним. И вот так они работали, то Швейцер на 2-3 дня в Париж приезжал к Видору, то Видор к нему в Гюнсбах приезжал, где они тоже в тишине, там, что-то такое продвигались в этом проекте. Швейцер пишет, в принципе, мы оба не одобряли так называемые практические издания, в которых исполнители пытаются держать под мелочной опекой. И, тем не менее, дать совет относительно исполнения органной музыки Баха мы считали вполне уместно. Так, за малыми исключениями, Бах в своих сочинениях не проставляет, как известно, сведения о регистровке, о смене мануала и так далее. И он далее пишет, что вот, значит, повезло, такой был исторический парадокс, что во Франции большинство органов были уничтожены во время Великой Французской революции, и как-то у них органное искусство заглохло до середины XIX века, но зато органисты, которые спохватились, в середине XIX века учились у некоторых провинциальных немецких органистов, таких как Адольф Фридрих Гессе, умерший в 1864 году, и у его учеников. И они как бы сохранили вот эту старую немецкую традицию игры, которая была в Германии уже утеряна. Они пошли вперед, там эти новые органы с их швеллерами, с новыми всякими приспособлениями, и как вот играть правильно музыку эпохи барокко, музыку Баха, эта традиция была отчасти утеряна. И французы учились вот у этих провинциальных немцев, которые сохранили эту традицию, и таким образом такая вот преемственность сохранилась. И по желанию издателя работа публиковалась на трех языках, поскольку в отношении некоторых деталей взгляды швейцера Видора и мнения разошлись, то они договорились, что во французском издании будут доминировать точки зрения Видора, а в немецком и дублирующем английском издании было то, как сделает Швейцер. Эти пять томов вышли в 12-14 годах, они успели выйти до войны. Остальные три тома, ну Швейцер немножко, и они были еще у него в работе в 1911-12 годах, значит, он в эти годы написал две вступительные статьи. Одна к тому с органной книжечкой, а другая к тому с клавирными упражнениями. Органный том клавирных упражнений. Ну, я напомню, да, что клавирные упражнения, там основной массив, значит, там обрамление в начале прелюдия, а в конце так называемая тройная фуга на две темы, то есть, наоборот, двойная фуга на три темы, это совершенно особая история возникновения этого произведения, а в центре две группы хоралов, хоралы на основе троицких песен и хоралы по катехизису. И вот, значит, Швейцер написал предисловие вот к этому тому органной сочинения, и это как раз предисловие я перевел, и готовлю публикацию, оно еще не публиковалось на русском языке. Он, конечно, пишет там о том и о форуме, и обо всем, но что интересно, что, конечно, он не пишет ничего о цикле, почему такой странный цикл, почему перед заключительной фугой вдруг вот эти четыре дуэта, которые называют клавесинами, и Швейцер пишет о том, что эти дуэты просто это ошибка гравера. Что довольно странно, потому что сегодня выяснилось, что это издание, Бах готовил несколько раз, уже начали гравировку, а он, начали гравировку уже первых листов, и чуть ли не треть уже была награвирована, он переделывал, делал новые вставки по-новому, менял свой замысел, как минимум четыре раза, прежде чем издание в 1739 году получило окончательный свой облик. Швейцер не это занимал, у него очень интересная такая концепция резкого отличия органного стиля композиции от клавесинного. Он считал, что они просто несовместимы, несовместимы принципиально, но при этом он считал, что органный стиль Баха настолько вольный, там есть столько вольностей и экстрапагантных, которые делают его совершенно непохожим, совершенно особым. И в этой статье вступительной он берет примерно на одну четверть материал, идет из монографии, то есть материал как бы нам известен. Хотя я посмотрел, там у него всего одна страница монографии, я взял русское издание и обнаружил там три купюры, которые у Швейцарии есть, а в русском переводе нет. Да, так вот, на три четверти это предисловие совершенно иное. Ну, он пишет, например, значит, если, да, в монографии, характеризую группу хоралов Катехизиса, Швейцар дает одно объяснение вот этим парам хоралов большой и малой на одну и ту же песню, то здесь в нотном проекте он как бы даже фрагмент из своей монографии он даже тоже корректирует, делали там вставку. В результате получилась примечательная аналогия, кстати. Лютер изложил свой Катехизис, ну, как известно, в двух версиях. В большой, богословской и малой, очень краткой, написанной просто и популярно. Бах тоже, следуя, как предложил Швейцар, люторовскому принципу, сочиняет по две обработки каждой песни Катехизиса, в развернутой версии и в краткой. В этом и состоит швейцарское объяснение, замеченное им вот этой музыкальной аллегорией. Но так монографии дано. А вот в предисловии он предлагает два толкования. Концептуальное, то есть аллегорическое, которое я сейчас упомянул, и простое, даже житейское, но начинается с простого. Он пишет, я цитирую эту статью. За исключением Глория, то есть хоралов Славы Вышних Богу, каждый из прочих хоралов в клавированном упражнении представлен двумя версиями. Одна большая с облигатной педалью, другая малая, мануальная. К парным вариантам Бах, вероятно, прибегнул, чтобы предложить нечто более доступное тем покупателям его издания, в распоряжении которых нет ни органа, ни клавесина с педальной клавиатурой. Таким образом, Швейцл предложил два толкования Баховского парного принципа, не отдавая предпочтения ни тому, ни другому. И даже несколько житейское. Но самое главное то, что он в своих анализах использует логику, он использует смысл текста, он рассматривает все строфы песни, и на этом строит свою концепцию. Но не только. Он рассматривает также прозу Лютера, скажем, прозу его катехизесов. Например, он пишет, «Большой хорал, веруя во единого Бога, то есть БВФА 680 из клавированных упражнений, не соответствует тому, что обычно ожидают от органного хорала на тему кредо, в привычном восприятии. Ему явно недостает величавости». Объяснение тут простое. Лютер, как известно, в обоих своих катехизисов, и в большом и в малом, с гениальной целенаправленностью изложил кредо исключительно в духе детского упования на Бога. И такое же истолкование положил в основу своей песни о Вели. Потому и Бах пишет здесь музыку на тему кредо, выдержанную в грациозном и игривом тоне. А в партии педали астенатный басовый мотив шага одновременно символизирует незыблемость этой веры. Анализируя большой хорал «Я вопию в беде к тебе» БВФА 2686, как грандиозный органный мотет, сочиненный в духе Пахельбеля, он уточняет, что Бах написал вовсе не очередной де профундис, и на основе содержания песенных строф объясняет неожиданное, казалось бы, в таком жанре появление и господство мотивов в характерном ритме ликования. Ведь они взяли вверх точно так же, как они взяли вверх в двух строфах соответствующей песни. Потом на этом основал свою известную, заменитую книгу Арнольд Шмидт, и целая школа, которая объединилась потом уже позднее, в 70-е годы, в 20-е веку, после смерти Швейцера, вокруг Бланкенбурга Международная ассоциация богословского баховедения, Интернационале Арбайцки Маншайн Фью Теологище Бахфоржен. И там целая школа, они считали, что они переоткрыватели, они основывались на стиховеческом, филологическом, анализе вот этих духовных песен, прежде чем приступать к анализу Харалла Баха. Но Швейцер, по сути, уже заложил всю методику. Более того, он еще и рассуждает, как практикующий организм в большей мере, чем как филолог, что мы в большей мере ожидаем от этих вышеназванных университетских ученых. И, ну, в частности, вот он пишет. Интересная у него такая вот концепция, довольно экстравагантная. Он находит совершенно небывалые, я бы сказал, антиорганные вольности и прозрения вот в этом баховском произведении. Один из его выводов буквально власти следующий. Достаточно вспомнить, насколько разительно отличается тема органной фуги от темы любой фуги хорошо темперированного клавира. Они совершенно исключают исполнение на другом инструменте. Что, казалось бы, сегодня мы так это и не рассматриваем. Было бы невероятно интересно проследить в подробностях, каким образом бах продвигается между этими двумя стилями, органом и клавесином. Он их не смешивает. Такое было бы для него невозможно, ведь он противопоставляет их в такой степени, как ни один композитор ни до, ни после него. Но он наделяет органный стиль таким множеством вольности в строении пьесы и таким множеством приемов в изложении отдельных голосов, что полностью соответствовать ему смог бы орган не реальный, а лишь некий идеальный, который обладал бы одновременно и возможностью клавесинных подходов и акцентировки. Но он дальше очень много и другого в этой же статье пишет об особенностях именно органности, вот этих, как он потом говорит, что не совсем органных произведений. Некоторые фрагменты вот этого сборника клавируют, он его даже считает никак не органными, в общем, такими странами. Но, однако, вот этому тексту Швейцера не суждено было появиться более никогда, лишь уже в 70-е годы Ханхайда нашел, вот эти все ящики, архив Швейцера находится в Цюрихе, в архиве Швейцера. И он, это было сравнительно недавно опубликовано. Швейцер сообщает следующее в автобиографии. По разным обстоятельствам я был вынужден вновь и вновь откладывать публикацию трех томов хоральных прелюдий. Мы с женой в Африке уже начинали строить планы относительно того, чтобы поехать домой на отдых, когда 5 августа 1914 года пришло известие о начале войны в Европе. Вечером того же дня нас информировали, что отныне мы будем находиться на положении военнопленных. Нам, правда, разрешили пока жить в нашем собственном доме, но мы должны были прекратить все отношения как с белыми, так и с туземцами и беспрекословно подчиняться указаниям черных солдат, которых приставили к нам в качестве охраны. То, что белые люди берут в плен других белых и отдают их под власть черных солдат, это было для туземцев чем-то совершенно непостижимым. Когда мои черные часовые пытались объяснить им, что вот этот доктор, врач, находится у них в подчинении, жители окрестных деревень обрушили на них град ругания и насмешек. Над ними все смеялись, им никто не верил. Нечего было и думать о том, чтобы взять с собой наброски философии культуры. Он решил заняться тем, чтобы подумать о том, что делается с нашей культурой. Их могли конфисковать на первом же таможенном досмотре. Поэтому я оставил их американскому миссионеру. Задавая до отъезда, тут все множество знаний, они жили среди ящиков, упакованные, все упаковано в ящики. Ему еще пришлось сделать срочную операцию по поводу ущемленной грыжи. И потом на пароходе, значит, они находились под присмотром белого унтер-офицера, который должен был бы следить, чтобы мы не общались ни с кем, кроме специально приставленных нам, значит, стюарта. Так как писать было невозможно, писать было невозможно на корабле, ему запретили. Я проводил время, заучивая наизусть фуги Баха и шестую органную симфонию Видора. Ну, видим так, по нотам, не на клавиатуре, там нет. В Бордо мы в течение трех недель жили во временных бараках, в которых во время войны размещали интернированных иностранцев. Там я сразу заболел дизентерией. Ну, там даже все эти описания, это, конечно, всего-то ужасно. Его дальнейших мутарцев можно прочитать вот в русском издании книги «Жизнь и мысли» Швейцера. Значит, он оставил в Африке все материалы, всех трех томов с органами Харалом Баха. Только боялся их конфискации и боялся немецких обстрелов по дороге. Вот, однако, к сожалению, к концу войны американское издательство успело потерять интерес к этим Харалом. И они были изданы лишь уже в новом НБА, в новом собрании сочинения Баха. Я, правда, не знаю, мне удалось установить, использовали ли издатели вот нотный материал, подготовленный Швейцером. То, что вступление, конечно, его статью они не использовали. И лишь в 19-м году Швейцер, наконец, 1 декабря 1919 года, Швейцер пишет Ширмеру, издателю, следующее. Я цитирую его письмо к концу своего доклада. Весной 1914 года все три тома с органами Харалами были подготовлены к печати. Я лишь ожидал получить кое-какие заметки о происхождении ряда Харальных мелодий от некоторых специалистов в этой области. Да еще ожидал, что скажут профессора-органисты, которые ознакомились с моими выводами по поводу Харала. К концу лета вы могли бы уже все получить, а к весне, к моему отпуску в Европе, я смог бы покончить с корректурами. Так что все шло по намеченному плану. И вот разродилась война. О пересылке рукописи через океан нечего было и думать, так как огромную опасность представляли подводные лодки. О печатании там более речь не шла. А когда меня в 1917 году против воли доставили в Европу как военнопленного, то все тетради и рукописи я оставил в Африке. На это я пошел, во-первых, из-за опасности атак со стороны подводных лодок. Я же не хотел, чтобы вы оплакивали не только мою гибель в море, но к тому же и гибель рукописей подготовленных к печати. Во-вторых, поскольку я был интернирован, то первый же исполнительный унтер-офицер мог изъять у меня все написанное. Перед отъездом я сделал опись всего, что предстояло оставить в Африке. Все рукописи я запер в сундуке, обитом медью для защиты от термитов. Таким образом, такова судьба Альберта Швейцера, единственного, самого главного, как я сказал, святого западной цивилизации. Судьба его рукописи, но к счастью, сейчас можно с ними ознакомиться. Может быть, они уже в этом, в следующем году появятся в русском переводе. Таким образом, фигура Швейцера, как вот такого великого святого, она как бы искупает все катастрофы и злодеяния западной, все супергрехи западной цивилизации. Начиная от мировых войн и концлагерей и нацизма. За одного Швейцера можно это как-то все-таки просить. Я все сказал. Спасибо.